Выйти по итогам года на запланированный рост экономики в 3,5% Самарской области, по мнению министра экономического развития Александра Кабенко, помешал автопром, который находится в стагнации. На прошлой неделе мы обсуждали эту тему вместе с производителями автомобилей, не только нашими, но и другими производителями по коллегам в России. И рассматривали разные сценарии, но, к сожалению, с того момента прошла неделя и лучше точно не стало, стало даже несколько похуже с точки зрения ощущения будущего. И мы говорили о двух трендах. Один такой альтимистичный, если уровень продаж производства останется на текущих позициях и рынок сохранится на текущих позициях. Второй сценарий был, конечно, негативный, он предполагает такое достаточно серьезное падение в случае ухудшения ситуации. По словам министра, это компенсируется ростом в других секторах. Прежде всего, в строительстве и агропромышленном комплексе. Поэтому в Самарской губернии в целом ситуация лучше, чем в среднем по России, где по итогам года запланирован нулевой рост. На 2015 год разработано несколько сценариев развития 63-го региона. Однако они делались в сентябре, когда ситуация в экономике была более стабильной. Мы рисовали несколько сценариев, минимальный из которых был, ну минимальный, он же базовый, в котором мы рассчитывали на рост экономики примерно 1,4%, то есть на уровне этого года. Сложно сказать и сложно пока гадать, как конкретно повлияет изменение ситуации на валютном рынке, цена на нефть на других рынках и на наших крупных компаниях. Беусловно, повлияет, мы это видим. Но как повлияет, где эти пороговые значения, я думаю, что мы итогов вывода сделаем по итогам первого квартала и после этого уже будем корректировать наши задачи, цели и стратегию на 2015 год. Впрочем, есть и хорошие новости. Когда кризис завершится, экономика Самарской губернии должна восстановиться быстрее остальных регионов страны. Именно так произошло в 2010 году, после завершения предыдущего кризиса. Причина – быстрый рост спроса на ключевые товары, которые производятся в Самарской губернии – нефть, нефтепродукты и автомобили. У экспертов есть надежда, что ситуация повторится. Продолжение следует...